Постоянные зрители и подписчики моего канала, конечно, знают, что у меня очень много вопросов к Алексею Навальному. У меня было видео 5 вопросов к Алексею Навальному, затем еще 7 вопросов. У меня вообще список вопросов к Алексею Навальному огромный. И никто мне никак на эти вопросы ответить не может. Ну, например, как в такой стране, как Россия, имея условный срок, можно спокойно покинуть эту страну, поехать поддыхать там в Болгарию, в Испанию, можно поехать полечиться, например, в Испанию. Это с условным-то уголовным сроком в России. Как вообще можно существовать в стране, где за пост тебе могут дать 2,5 года, или вот как сейчас с этим актером, за которого все решили вписаться, ему дали 3,5 года просто за то, что парень стоял. На него напали от того, что он выкрикивал какие-то лозунги, он начал сопротивляться и вроде бы вывихнул какое-то плечо на полицейскому. И за это ему дали 3,5 года. То есть даже из видео видно, что на него напали, не он напал. Если и что-то сделал полицейскому, то не намеренно, он не нападал с дубинкой, он не шел на этого полицейского с камнем. А именно в процессе задержания получилось какое-то увечье у полицейского. И теперь за это он будет сидеть 3,5 года. Ну и, как вы знаете, сеть переполнена сообщениями, где тут и там по всей России за пост, за какое-то неправильно сказанное слово людям дают реальный срок. А здесь сидит такой парнишка, такой годами призывает людей к сопротивлению, к выходу на улицы, к участию в митингах. У него несколько десятков штабов по всей стране, и этому мужику ничего не бывает. Он такой, знаете, под колпаком непонятно чего. И люди на самом деле верят, что кто-то боится Алексея Навального или не могут дать ему реальный срок. Это полнейшая ерунда. И я не знаю, с каким сознанием нужно жить, чтобы верить в то, что Алексей Навальный является каким-то неприкосновенным лицом в такой стране, как Россия. Если он, конечно, не работает на непосредственно ФСБ, то нет никакой причины, почему бы его даже по закону бы не задержали и не посадили на какой-то срок. Ну, вот такая типа страна. Сегодняшний мой ролик будет касаться учебы, видимо, гениальной талантливой дочери Навального Дашеньки, которая недавно уехала наконец-то учиться в один из самых дорогих университетов мира – Стэнфордский университет. Если вы вдруг не знаете, то Стэнфордский университет находится в небольшом городке недалеко от Сан-Франциско. А если вы, может быть, даже интересовались этим вопросом, то Сан-Франциско – один из самых дорогих городов в Соединенных Штатах. Там же находится Силиконовая долина и так далее. И вот дочурка Навального, видимо, обладает просто мега-талантом, просто мега-способностями. Может быть, я просто не в курсе, но я как-то никогда не слышал, чтобы дочурка Навального, ну, не знаю, была там победительницей каких-нибудь Олимпиад, чтобы она куда-нибудь ездила, представляла свою страну, ну, вот была таким молодым программистом, так сказать. Может, она каким-то работостроением занимается. В России полно людей, кто делает реальные вещи и кто мечтает поступить в Стэнфордский университет, имея способности, но они никогда в него не поступят, потому что обучение в этом университете очень дорого. А вот тут девчушка, вот такая, посмотрите, которая даже плохо разговаривает, она делает очень серьезные ошибки, она улетела учиться в этот дорогой университет. Давайте посмотрим на дочурку Навального. Я поступила в Стэнфордский университет, я ужасно этому рада, и это огромнейшая честь для меня. Я постараюсь быть хорошим студентом, узнать много нового, и когда вернусь обратно в Москву, стать полезным членом общества. И, конечно, перед тем, как стало известно, что она будет студенткой этого университета, посыпались вопросы, а как так, Алёша Навальный, получается, что твоя дочурка едет учиться в университет, обучение в котором оценивается от 45 до 75 тысяч долларов. Это только обучение, а еще и проживание, я еще раз говорю, в одном из самых дорогих мест в Соединенных Штатах. Там все очень дорого. По средним подсчетам специалистов, обучение и проживание одного года вот в Стэнфордском университете и, соответственно, студента там будет стоить где-то минимум 75-100 тысяч долларов. Вот такая вот история. Там обучаются люди, которые либо очень-очень умные и пролезли туда, потому что у них за плечами какие-то достижения, либо в большинстве просто потому, что папа может позволить себе. И вот здесь возникает вопрос, и сразу несколько вопросов относительно Алексея Навального. Насколько мы знаем, он юрист, адвокат, кажется, да? Но если в России действуют юристы и на самом деле занимаются своей профессией, например, такие, как Илья Новиков, его слышно то там, то тут, то он в этом процессе участвует, то в этом. Его именно слуху. Еще могу я назвать там парочку известных российских адвокатов. Я имею в виду очень высокооплачиваемых адвокатов. Ну, скажем, можно заподозрить, что они живут немножко лучше, чем все остальные адвокаты в России. Алексей Навальный не относится к числу известных дорогих адвокатов в России. Вообще неизвестно ни одного случая, чтобы Алексей Навальный участвовал в процессе в качестве адвоката. То есть вы слышали, что Алексей Навальный вот выиграл очередной процесс в качестве адвоката. То, что он выигрывает свои процессы беспрерывно, да, и получает там различные компенсации от европейского суда по правам человека, это мы наслышаны. А вот то, что он работает, то есть где-то зарабатывает деньги, об этом ничего не известно. Известно, что была у него какая-то денежная афера с Кировским лесом, за которую сел его брат и так далее. Но все-таки у меня первый вопрос, откуда деньги Зин? Как всегда, я хочу знать, откуда у недействующего адвоката Алексея Навального находятся суммы, на которые его дочурочка может учиться в Стэнфордском университете. Откуда деньги? Ведь вы понимаете, что 100 тысяч приблизительно в год, это только нужно отстегнуть туда, в Штаты, доченьки. А ведь нужно же еще жить на какие-то деньги. Это значит, что нужно иметь доход, ну, я так понимаю, это где-то тысяч хотя бы 150-200 тысяч в год. А это, ребята, приличные деньги. Другими словами, понятно, что Алексей Навальный не бедный человек. И у меня возникает вопрос, а как так? Где тот источник? Вот, может быть, у него там золотая жилка, там, в спальном районе, где он проживает, или где, где, откуда он черпает свои средства? А если к этому самому вопросу я добавлю еще вопрос, многочисленные штабы Алексея Навального, находящиеся только на территории Москвы. Вы хотя бы можете себе представить, сколько стоит аренда помещения в Москве, для того, чтобы там находился штаб Навального. А если их несколько, кто оплачивает аренду существования этих штабов? Я уже не говорю там о коммуналках, об электричестве, о компьютерах, которые там находятся, о всей той технике, о том, где они печатают свои эти плакаты, продукцию. Вы понимаете, что все это стоит колоссальных средств. И как работающий блогер, понимающий, сколько приблизительно зарабатывает блогер на YouTube, я понимаю, что никогда, ни за что невозможно получить все эти средства, но только будучи блогером на YouTube. Это нереально. И тем более, если ты работаешь на YouTube вот так интенсивно, как Алексей Навальный, это занимает все твое время. А ведь у него еще команда, команда, которая создает все эти ролики, которая занимается монтажом, которая профессионально предоставляет всю эту продукцию. И работу этих людей нужно оплачивать. Все это Алексей Навальный оплачивает. Вопрос откуда? Где источник доходов Алексея Навального? Если бы он был здесь политическим деятелем, этот вопрос интересовал бы всех в первую очередь финансовую инспекцию, которая бы ходила по следам и вынюхивала. А если бы они узнали, что у какого-то политика дочурка едет учиться в Стэнфордский университет, вы понимаете, он бы стал просто объектом всеобщего обожания вот этих финансовых инспекторов. Они бы нашли источники его доходов. Но в России этот вопрос никого не волнует. Все спокойно воспринимают информацию, что дочурка Навального едет просаживать папины деньги приблизительно 100 тысяч в год. И все считают, почему бы нет. Вообще, честно я вам скажу, ни в одной стране оппозиционеры, настоящие оппозиционеры не живут так богато, как в России. Уж тем более, многие из них скрываются, находятся в подполье. Большинство оппозиционеров в других странах так вообще сидят под тюрьмом и ничего не имеют. Это просто галадранцы, которые все отдали на борьбу за, допустим, независимость своей страны. Некоторые воюют с оружием в руках. А вот в России главный оппозиционер – это такой подпольный миллионер. Просто супер. И жизнь у него замечательная. Для того, чтобы точнее разобраться в том, как врет Алексей Навальный, я советую вам посмотреть вот этот ролик. Здесь преподаватель, русскоговорящий преподаватель из Англии тоже задается вопросом, зачем Алексей Навальный врет. Потому что он не поверил ни одному слову Навального, когда тот сказал, что не имея денег, можно поехать и учиться спокойно в Стэнфордском университете. Он показал таблицу, которую этот человек не нашел нигде. Или если была показана таблица, то в ней были изменены цифры. Найти по всем международным рейтингам вот таблицу, которую нам представляет видео Навальный. И я не смог найти ни одной таблицы с такими цифрами. Но кое-что я все-таки нашел, предположив, что в той таблице кое-какие числа подделаны. Больше всего рейтинг, который показывает в своем видео Навальный, похож на международный рейтинг US. Вот здесь вот как бы порядок университетов тот же. Но есть одна странная штука, это то, что Навальный почему-то занулил какие-то характеристики у МГУ. Я не понимаю, зачем он это сделал, потому что, ну, в принципе, любой может скачать таблицу вот сайта этого агентства QS и посмотреть все показатели. Вот здесь вот можно полистать, найти МГУ. Вот, и видно, что ни один из показателей здесь оплачивает студентам. Ну, вот я только что вам показал, да, что, ну, то есть, это не так. Это неправда. И по факту там дети из очень богатых семей учатся. Деньги спонсоров, они чаще идут вот на инфраструктуру, на строительство новых зданий. Но операционные вот эти вот текущие расходы, это все-таки как бы университет должен сам генерить. Это не какое-то вот такое вот равноденствие, что откуда-то с каких-то богатых олигархов там капают денежки, и все только и наслаждаются жизнью. Нет такого. То есть, реально, в большинстве своем, в подавляющем большинстве, только дети из очень богатых семей имеют доступ к образованию в США в хороших университетах. Второй вопрос, если вы заметили, вскоре промелькнуло этого человека, я, в общем, советую полностью посмотреть этот ролик, конечно же, заключался в следующем. Почему в этой таблице Алексей Навальный занизил цифры Московского государственного университета? Да, это не самый лучший университет в мире, но и не самый худший. Ведь если речь идет о пламенном борце за прекрасную свободную Россию будущего, ну просто вот с этической точки зрения его дочурка должна была учиться в России. Ну, в одном из крупнейших университетов, если уж она такая светлая, так сказать, в голове, она талант, мы же в этом не сомневаемся нисколько, она наверняка просто мега талантливая ученица. Ну, почему бы ей было просто не учиться в том же Московском государственном университете и не было бы никаких вопросов? Нет. Девчушка едет в Сан-Франциско, потому что папа может себе позволить только по этой причине. И последний, последний маленький, буквально малюсенький вопрос, но тем не менее этот вопрос относится все к тем же. Почему Алексей Навальный лжет? Вот эта фотография, которую он выложил в сеть. Ну и там, ну и подписано. Девочка наша собрала чемоданы и поехала учиться. Я провожать. На фото классическое выражение лиц в такой ситуации, ну и так далее. Типа, папа переживает за дочурку, а дочурка ждет, не дождется, когда папа смоется. Люди не на это обратили внимание, а на то, что он врет. Вы знаете, какие комментарии в основном были под этим постом Алексея Навального? Никто не поверил, что он провожающий. Все заметили, что ни в одной стране мира и ни в одном аэропорту никогда не провожают никого к трапу самолета. Вот просто к трапу. Алексей Навальный и это определенно улетает на этом самолете в Соединенные Штаты. Об этом же написали очень многие газеты. Перед постом Алексея Навального было сообщено, что странным образом именно накануне обысков по всей стране скручивают активистов Навального, а он уезжает, по всей видимости, отдыхать и врет в сети, говоря, что он всего лишь провожающий. Вспомните себя. Вы наверняка летали на самолетах. И я летал на самолетах в разных странах. И хочу вам сказать, нигде, ни в Соединенных Штатах, ни в Англии, ни в Германии, ни в России никого не пускают до трапа провожать. Провожающие остаются там, не просто в здании аэропорта, но еще и далеко за помещением, где улетающие ждут своего рейса. Провожающих туда не пускают. Только тех, кто прошел проверку, получил свой авиабилет, талон, и только тех пускают к трапу. И так очевидно, на этой фотографии папа не провожающий. Папа летит вместе с дочерью в Соединенные Штаты, но почему-то лжет. И вот здесь я хочу узнать, почему он это делает. Зачем? Он боится вопросов, куда же ты, Леха, нас здесь скручивают, а ты сваливаешь из страны. Но ведь очень многие заметили, что это у Алексея Навального, в общем-то, нормальное дело. Он постоянно так поступает. После очередного проекта ФБК накаляться обстановка, так тут же Леха Навальный куда-то сваливает. Это далеко не в первый раз. Но вот его вот эта очевидная ложь становится понятна все большему количеству людей. Даже если вы доверяете Алексею Навальному, вы должны задуматься, зачем он лжет. Если человек лжет по мелочи, это значит, что он может лгать и по-крупному. Людей убивают за малозначительные расследования. А здесь не просто спокойно существует самый главный оппозиционер, якобы угрожающий режиму, но еще и процветает. У Алексея Навального все хорошо, просто замечательно. Плохо у тех, кого скручивают на его митингах. Плохо, что они, опираясь на его обещание, что он вытащит их и даст им деньги, ничего не получается. Плохо у тех, кто начинает говорить правду об ФБК, выходя оттуда. Люди вдруг признаются, что никакими расследованиями они там не занимались, а получали материал непонятно от кого уже готовый. И только обрабатывали этот материал. Вот у них дела идут неважно. А у самого главного оппозиционера страны все замечательно. У него нет проблем. Никаких. Материальных в том числе. Подумайте об этом.